Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Бокерто! Хеллоу! Мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона. Притчи царя Соломона. Сегодня заканчиваем 19 главу, и нам останется только 20 глава. От 20 главы до 31 главы, то есть мы уже две трети Мишлей, притчи мы уже изучили. И тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожаю. Очень важно взять, допустим, без 5-10 лучше прийти и 5 минут почитать ту главу, которую мы изучаем. Вот мы сегодня находимся уже 29-й отрывок, последней главы. И было бы отлично, вам бы заняло это 5-10 минут прочитать все предыдущие отрывки и их еще раз повторить, 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 повторить. Потому что очень важно именно помнить то, что ты понял. Потому что если ты понял и забыл, это то же самое, что ты не понял. Это очень удивительная такая вещь. Поэтому повторять, повторять, повторять и применять в решениях в жизни. Значит, мы давайте пока повторим 27-28 отрывок, которые мы изучили. Вчера они, значит, были о том, что царь Само нас предупреждал, что нужно отдалиться от, выслушивать нравственные наставления, если они ошибочны, если их целью является разрушить познание, познание Бога. То есть есть некая модель мира, в котором есть Бог, есть добро, есть зло, все понятно и просто. И есть люди, которые в каждом поколении извращают эту модель, но они обычно начинают для того, чтобы достучаться до сердец большинства людей, они начинают с нравственных таких наставлений. Например, коммунисты, они начинали с того, что нужно учиться, учиться и учиться. Ну, кто же против? Ведь никто же не против, что нужно учиться, учиться и учиться. Дальше они говорили, что мы за мир. Понятно, мы за мир. Землю крестьянам, фабрике рабочим, море морякам. Тоже хороший принцип, да. Но дальше, а смысл в чем это, да? Какой смысл? Если смысл это отдалиться от Бога и поменять добро и зло местами глобально, значит, это проблемка. И двадцать восьмой отрывок, двадцать восьмой отрывок, что Эд Блияэль называется Блиэль, что свидетель без ярма, без небесного ярма, он насмехается над судом, он не верит, что будет суд. И род злодеев, он проглатывает грех, то есть люди уже свидетельствуют, обманывают, смеются над судом. То есть они уверены, что нет наказания. И сегодня двадцать девятый отрывок. Двадцать девятый отрывок, он говорит так. Значит, царь Соломон нам обещает, что Нехуну, Нехуну это подготовленный для насмешников, а Шватим это суды, то есть уже все подготовлено. То есть если они думают насмешники, если они думают, что нет судей, нет суда, то царь Соломон нам сообщает, что им уже все подготовлено на небе. И значит, у Меалумот легав к селим. Меалумот это побои, это конкретные побои, то есть физические побои на спину грешников по вожделению. Грешник по вожделению это тот, кто грешит, потому что у него его хочу сильнее, чем правильно, чем надо, чем разум, чем Тора. И это называется грешники по вожделению. И царь Соломон нам предупреждает, что те, кто насмехаются над судом, над небесным судом, им в первую очередь будет этот суд на них. А те, которые идут на поводу своих вожделений, они, значит, уже приготовлены удары прям побои, представляете? И я сегодня думал на эту тему и увидел сегодня уже 15 ава, 15 ава. И есть, например, такой один раввин в фейсбуке. Он сообщает все памятные даты, он там пишет рассказы разные. И сегодня я прочитал интересный рассказ один о том, что 14 ава, 14 ава произошла очень история, о которой я слышал мельком, но я не знал конкретно об этой истории. Значит, 14 ава в городе Париж, в городе Париж, возле витрины магазина стоял человек по имени Семен Петлюра. Семен Петлюра, он в свое время был главой Украины после там революции, был осмутал. В общем, он был руководителем правительства, а не правительства. В общем, Семен Петлюра, он был какое-то время на самом верху украинской власти. Потом он был в Париже и подошел к нему человек по имени, вот я сейчас пытаюсь открыть, значит, хочу открыть это, я сохранил этот пост. Значит, подошел к нему человек по имени, по-моему, Шварцблат его звали, что-то такое. Его всю семью убили в погромах, то есть Петлюра в всех погромах убили всю его семью. И он подошел к нему, спросил, вы Петлюра? Петлюра. Значит, он достал пистолет и выстрелил пять раз и убил его. Убил его конкретно на улице Парижа. Значит, его арестовали. Арестовали его, и вот этот вот Шварцблат Семен, он сидел в тюрьме. 18 месяцев длилось следствие, готовился суд. Интересно, что на его защиту выступили очень много людей, такие как Эйнштейн, например, такие как Марк Шагал и так далее. Его защитником был другой глава государства, бывший премьер-министр Венгрии. Тоже удивительный факт, который я не знал. Бывший премьер-министр Венгрии был его защитником на суде. И на суде выступали 126 свидетелей со стороны защиты, его защищали, доказывая, что то, что творили Петлюра и его армия, его банды в еврейских местечках, они убили десятки тысяч людей и были свидетели этих всех убийств. И, значит, суд, французский суд, официальный суд, суд присяжных заседателей, он этого Шварцблата оправдал. И его отпустили прямо из зала суда, его отпустили полностью на свободу. И он по суду, европейскому, французскому суду, он был признан невиновным. Теперь, хотя он убил, но каким-то образом его суд признал невиновным. Теперь интересно, вот если мы посмотрим на вот этот 29-й отрывок, что приготовленный для насмешников суды. То есть те, кто насмехаются над судом, мера за меру. То есть чем больше человек насмехается над божественным судом, тем скорее этот суд на него приходит. Теперь вторая кара, грешники по вожделению. Они не насмехаются над божественной справедливостью. Они просто грешат по вожделению. Они говорят, что мне удобнее и проще жить по велению своего сердца. Как мы два раза в день говорим в Шма-Истраэль. Мы говорим в Шма-Истраэль. Вэлотатуро ахарэль вавхэм вахарэйнехэм. Не ходите за своими сердцами, за своими глазами, которые вас совращают. То есть это как факт человеческой природы. Что его хочу, ведет его туда, где полегче, попроще. Ну в общем, делай, что хочу. Это как уровень животных. Теперь, значит, мы... Ну как понять здесь? Комментаторы объясняют, что... Вот есть люди, которые грешат, и с ними, со всеми нужно разговаривать с каждым по-разному. Например, есть те, кто грешат. Вот самый простой вариант грешника, это грешник, который не знает пыти, наивный. Он не знает, что такое грех. Он не знает, что такое не грех. Он не знает, что такое хорошо. Он не знает, что такое плохо. и вот такому грешнику наивному, который просто грешит по незнанию. Просто нужно объяснять. И в принципе и Бог его не наказывает. И есть большинство людей, они такие простые люди. Они живут по закону, им закон вот такой, они вот так живут по закону. Закон другой, они вот так живут по закону. То есть это называется наивные люди, которые живут по простому правилу, что есть кто-то умнее, чем я, как он скажет, так я и буду жить. Значит им надо объяснять. И они объяснять, и они совершенно спокойно будут, представьте, таких людей большинство. То есть меняется власть в стране, и большинство людей идет по этому закону. Поменялась власть, большинство идет по этому закону. Представьте, вот есть такое большинство. Теперь есть, уже начинается меньшинство, они есть грешник по вожделению. Он говорит, он умный, он говорит, я знаю, что это зло, это добро. Но я не могу справиться. У меня есть большая разница между моим мышлением рациональным, между тем, что я понимаю, что такое зло и что такое правильно, и между тем, что я хочу. Например, человек, он, я думаю, большинство людей уверены, что нужно рано ложиться спать, рано вставать, делать зарядку, кушать здоровую пищу, значит, учить английский язык, новую профессию и так далее. То есть большинство людей рационально понимают, что было бы правильно улучшить свою жизнь во многих сферах. И они даже знают как. Но это же большинство людей, они не могут, они не могут это сделать, потому что их хочу сильнее, чем их надо. То есть у них прям внутри каждый, я знаю, есть несколько очень моих близких знакомых, они каждый вечер себе говорят, завтра утром я встану рано. Я встану рано и, значит, буду, пойду на шахарит, сделаю зарядку, все. И это продолжается иногда годами, годами. Они понимают, что надо, но не встают. Это вторая стадия. Теперь, как их, как советует царь Соломон с ними взаимодействовать? А так как они живут через хочу, то если им будет больно, то есть если будет боль сильнее, чем удовольствие, тогда они встанут. Понятно, да? Тогда они встанут. То есть они живут по принципу хочу, не хочу, приятно, неприятно. Если боль будет больше, чем удовольствие, они, естественно, делать не будут. Есть третья категория людей, грешники, которые называются Ивэль. Здесь называется этот человек Ивэль. Это грешник-стептик. Тот, который опровергает законы добра и зла. Тот, который говорит, что то, что говорит Тора, Бог, мудрецы, пророки, это все не важно. А важно то, что я говорю, говорит такой человек. И он, это называется грешник-стептик, который интеллектуально опровергает добро. Причем эти грешники-стептики, они могут быть очень, там, они могут быть с виду как святые. То есть они могут вести, например, даже праведный какой-то, ну, неправедный, назовем это так. Например, буддист и монах, он кушает раз в день, он целый день медитирует, он комара не убьет. Но он злодей, по Торе он злодей. Почему он злодей? Потому что он опровергает главный закон, который Бог дал изначально, плодитесь и размножайтесь. То есть Бог сказал, ты человек, ты мужчина, ты должен жениться и ты должен родить детей. Ты можешь говорить, я хочу или я не хочу, но это не твой выбор. Жизнь на земле, не ты ее создал, не ты ее будешь прекращать. То есть ты обязан выполнить свой долг, плодиться и размножаться. Да, это может быть тебе сложно, тебе не хочется, жена мешает тебе медитировать. Понятное дело, что она хочет не раз в день кушать, а три раза в день кушать, и ты должен пойти тогда на работу. Но ты не можешь выбирать, что значит тебе хорошо, ты медитируешь, тебе хорошо, тебе не нужно больше одного раза в день. И что теперь, ты можешь взять и разрушить мир, понятно, да? Но с виду-то он же человек, который преодолел все свои вожделения, он преодолел все свои хочу, он как бы сидит медитирует, он вроде бы такой духовный человек. Нет, он не духовный человек, он идет против того, что Бог сказал делать. Понятно, да? Теперь с каждым из них надо взаимодействовать по-разному. И здесь царь Соломон, он говорит, что иногда, даже вот мы учили, недавно была недельная глава, там был в этой недельной главе, был пример, называлась она Пинхаз, недельная глава Пинхаз. Значит, Пинхаз, он увидел, как глава колена Шимон, один из таких вот очень выдающихся людей, ну в плане власть, сила, он берет и заводит девушку, девушку к себе в шатер прилюдно и говорит, что, кто мне что делает, вот я считаю, что так можно делать и все. И стоят Мошер Абейну, стоит Аарон, и они стоят и плачут, они видят, что это зло, это грех, но они не могут, то есть непонятно, что с этим делать. Теперь берет Пинхаз, берет копье, идет и их убивает. Он конкретно берет, убивает двух людей, которые, казалось бы, не делают ничего плохого. Ну и что, что они решили там заняться, заняться какими-то отношениями прилюдно. Ну и что, что они так решили? То есть имеют право, каждый человек имеет право делать, что он хочет. Пинхаз убил их прям копьем. И Бог говорит, что награждая его союзом мира, дает ему знак, союз мира. И Пинхаз, говорят, что Пинхаз после этого прожил там сотни лет, потом он же стал, воплотился, стал пророком Ильяу. То есть, ну непонятно, как эта штука работает, как работает правосудие. И если непонятно, то мы должны, мы должны в каждой конкретной ситуации, мы должны иметь какую-то систему, какую-то систему, которая вот аксиомы для всех, аксиомы для всех. И, значит, во всех сомнительных вопросах спрашивая тех, которые знают, я спрашиваю тех, кто знает Тору. Спрашивая травина, которая знает Тору. Теперь, что является аксиомами для всех. Есть 13 принципов веры, 13 принципов иудаизма, которые сформулировал Рамбам. Был такой великий мудрец, он жил около 1000 лет назад. Рамбам это Раммош и Бен Маймон его звали, сокращенно Рамбам. Он жил в Египте, он был врачом египетского фараона тогда, на то время не фараона, египетского царя. И он был главой еврейской общины того времени, был выдающийся человек, который написал труд, который называется Мишны Тора. Он полностью собрал все законы Торы, 14 там разделов в этом труде Мишна Тора. И начинается, он сформулировал 13 принципов веры. Давайте я хотел сегодня быстро по ним пройтись, что является основой иудаизма. И если вот, например, все преподаватели Торы на портале Вейкра, они должны поддерживать эти 13 принципов веры. Если они не поддерживают, значит они не могут преподавать Тору. И, значит, все. Вот это является как бы в классическом иудаизме, это является аксиомами и критериями, кто является верующим, религиозным человеком, который, если ты их признаешь и понимаешь, все, значит у тебя с Богом, опять же, исходя из точки зрения Торы иудаизма, которые я лично верю. Значит, первый принцип, который сформулировал Рамбам, он звучит так. Я беззаговорочно верю в то, что Творец, то есть Творец-Создатель, благословенно его имя, создал все творения до единого и управляет ими. Что он единственный источник всех явлений в прошлом, настоящем и будущем. Это первый принцип, первый принцип из 13 принципов веры. Понятно, да? То есть вера, что есть Творец, есть Создатель. Второй принцип. Я сегодня пройдусь коротко, но мы можем попросить и раввинов, и других преподавателей сделать подробные уроки на эту тему. Я сейчас хочу коротко, быстро пройтись. Второй принцип. Я безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно имя его, один, и нет в мире подобной цельности его. То есть он един, один, и что лишь он, Бог, Бог наш в прошлом, настоящем и будущем. То есть он один, един, и нет никого, кроме него. Третье, третий очень важный, третий важный принцип. Я безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно имя его, нематериален, и ему не свойственны присущие материи состояния, и что у него вообще нет никакого подобия. То есть что Творец, мироздание, он не является мирозданием. Нельзя его описать, пощупать, ему не, нельзя его описать. У него нет никаких материальных принципов, признаков, которые можно описать. Это третий принцип. Четвертый принцип. Безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно его имя, начало всего и конец всего. То есть он был до времени, и он есть вне времени, за время, то есть у него нет начала, у него нет конца, он бесконечен. Он начало всего и он конец всего. Дальше, пятый принцип. Безоговорочно верю в то, что одному лишь Творцу, благословенно имя его, следует молиться ему и никому другому. Что только у него, он единый, хозяин мироздания, и только ему стоит и можно молиться. Никаких там нету святых, каких-то духов, там 25 богов, идолов и так далее. То есть только есть один Творец, и только ему можно молиться. Безоговорочно верю, шестой принцип, в то, что все слова пророков истина. То есть есть пророки, которые с ним соединились, и я безоговорочно верю в то, что все слова пророков истина. Теперь вот на этом пункте у многих есть сбои, потому что пророки, пророки, в народе Израиля было 300 тысяч пророков, и их проверяли. То есть в то время, когда пророчество было явным таким явлением, то пророка проверяли, там, например, подходят к нему, спрашивают, скажи, сколько там монет лежит в той пещере, там, в той пещере. Он говорит, 25 монет и еще половиночка. А сколько завтра будет дождь, будет, сколько в ведре нальется, 100 грамм, там и так далее. То есть их проверяли. Причем, если он объявлял себя пророком Бога, то если он в чем-то ошибался, его убивали. То есть по суду его убивали. Поэтому, но на сегодня таких проверок нет. И поэтому каждый может себя объявить пророком, в принципе. Но шестой принцип веры, что я безоговорочно верю в то, что все слова пророков истина. То есть если, ну как определить, кто пророк, кто не пророк, у Рамбама есть на это целый набор законов. Седьмое. Седьмое. Безоговорочно верю в то, что пророчество Мошера Бейну, пусть душа его покоится в мире, истина, и что он величайший из всех пророков, бывших до него и пришедших после него. То есть Мошера Бейну, через которого мы получили Тору на горе Синай, седьмой принцип веры, седьмой принцип иудаизма, сформулированный Рамбамом, что Мошера Бейну, величайший из всех пророков, и все слова его, которые он получил у Бога на горе Синай, истина. Восьмой принцип веры. Безоговорочно верю в то, что вся Тора, которой мы обладаем ныне, была дана Всевышним Мошера Бейну, пусть душа его покоится в мире. Что Тора, которую мы изучаем, Тора, которую мы изучаем от царя Соломона, от царя Давида, Талмуд, Мишна, Пятикнижия и так далее, что вся та Тора, которая есть у нас сегодня, это та Тора, которую Бог дал Мошера Бейну. Девятый принцип веры. Безоговорочно верю в то, что Тора это не претерпит никаких изменений, и что Творец, благословенно его имя, не даст нам никакой другой Торы. Это девятый принцип веры, что та Тора, которую он дал, которая называется завет, это не то, что ветхий завет, который извечал. Нет, это Тора, которая была, есть и будет. Десятый принцип. Безоговорочно верю в то, что Творцу, благословенно его имя, известны все дела людей и все их мысли. Как сказано, сердце их всех сотворил Он, известны Ему все дела их. То есть Бог, Ему известно все, что люди думают, все, что люди чувствуют, все известно Богу. Одиннадцатый принцип. Безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно его имя, отвечает добром, соблюдающим его заповеди, и карает тех, кто их нарушает. Это одиннадцатый принцип веры, который мы сегодня как раз, почему я вспомнил, что мы изучали сегодня 29 отрывок, 29 отрывок 19 главы, и именно вот из-за вот этого отрывка я вспомнил про 13 принципов веры, что царь Соломон сказал, приготовлены для насмечников суды. То есть ты насмехаешься над Богом, значит уже суды на тебя приготовлены, это принцип веры. И побои, то есть будут прям побои на спины грешников по вожделению. За преступление есть наказание, это принцип веры. Какое, когда решает Бог, но то, что есть наказание, это принцип веры. И есть награда, то же самое есть награда. То есть мы, тот, кто учит Тору, тот, кто соблюдает заповеди, принцип веры, безоговорочно верю, что Творец благословенно его имя отвечает добром, соблюдающим его заповеди, и карает тех, кто их нарушает. Двенадцатый принцип веры. Безоговорочно верю в приход Машеха. Машех, это придет царь Машех, который потомок царя Давида, и я безоговорочно верю, что он придет, и хотя он задерживается, я все же каждый день буду ждать его. То есть мы каждый день ждем приход Машеха. Это принцип веры. Кто его не ждет, он, значит, выходит из верующих людей. И тринадцатый принцип. Безоговорочно верю в то, что мертвые вернутся к жизни, тогда, когда того пожелает Творец благословенно его имя, и да будет превознесено имя его всегда во веки веков. Тринадцатый принцип, что будет воскрешение из мертвых. Все. Получается, что вот эти тринадцать принципов, кто соблюдает, он является верующим иудеем, то есть это иудаизм, это система. И, значит, все. Кто любой из этих принципов не соблюдает, он верит во что-то другое. То есть его можно назвать просто человеком, верующим человеком, тем угодно его можно назвать, но если он не соблюдает эти тринадцать принципов веры, значит, он по определению Торы, он не является верующим иудеем. Все. Значит, вот так, дорогие друзья, сегодня мы упомянули эти тринадцать принципов, их, конечно, надо изучать глубже. Будет в описании урока, будет ссылка на эти тринадцать принципов. И вы можете погугли тринадцать принципов веры Рамбама. Все, дорогие друзья, значит, мы знаем, что всем насмешникам, злодеям и грешащим придет расплата. Мы знаем, что все, кто, все те, кто верующие, верующие, выполняющие заповеди Бога, будут награждены. И с Божьей помощью, чтобы было на всех вас, нас, благословение Всевышнего. Все, удачи, успехов, делайте добро. Все, напишите свои выводы и поделитесь этим знанием со своими друзьями. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok